У славного города Кингисепа 17 мая юбилейное событие. Ровно 90 лет назад указом товарища Калинина Ямбург стал носить имя эстонского революционера. Событие, по мнению главы администрации Елены Антоновой, неоднозначное. В 90-е годы проводился референдум в городе и наши жители высказались за то, чтобы имя городу было оставлено то, какое оно есть. Уже не одно поколение кингисепцев выросло в городе. Многие, может быть, даже и не знают, что город носит имя эстонского революционера. Но я считаю, что события, истории, они имели место быть. Мы должны их помнить, должны уважительно к ним относиться и тем более поддерживать мнение наших горожан. 17 мая у памятника эстонскому революционеру пройдет праздничное мероприятие. Принять участие могут все желающие. А вот настоящий день рождения город отметит 10 июня совместно с Днем Русской Культуры под названием «Ямгородская карусель». Именно так заявлено первое в своем роде культурное мероприятие областного значения, инициаторами которого выступили наши специалисты. Планируется, что данный праздник станет ежегодным и традиционным. Праздник это областной, то есть мы получили также одобрение и поддержку Комитета культуры правительства Ленинградской области. Пройдет праздник в основном на территории Октябрьского бульвара у торгового центра «Норд». И по традиции в парке культуры и отдыха «Романовка» будет детский городок. Пройдет детский праздник. Морально область поддержала идею финансово, не помогла. И все же в городе развернутся традиционные ярмарочные ряды, танцевальные, игровые площадки. Ждут приезд творческих и художественных коллективов, как из России, так и из стран ближнего зарубежья. Кто станет гвоздем программы, пока не ясно. С именитыми звездами ведутся переговоры под финансовые возможности местного бюджета. Будет в этот день незабываемое шествие. Только в этом году приняли решение поменять направление в обратную сторону. От площади Николаева к улице Воровского через Карла Маркса и по Октябрьской. Обещают и салют в небо. Правда, стартовать он может чуть позже обычных 23 часов. Также мы постараемся к этому дню установить в парке детское игровое оборудование. Потому что сейчас с каждым годом парк становится все популярнее. Очень много гуляет там семей с детьми. А в общем-то ничего там на сегодня нет. То есть хотя бы там установить качели, какие-то элементарные, так сказать, малоархитектурные формы. А вот малоархитектурные формы и другие украшения сегодня вряд ли спасут внешний вид кольца. На пересечении Криковского шоссе и улицы Карла Маркса. И на то есть объективные причины. Связано это с тем, что у нас, во-первых, объект не был выведен из реконструкции. И мы находимся сейчас в судебных разбирательствах с подрядчиком. То есть, значит, это претензионная работа. Потому что мы так и не пришли к соглашению никакому. Подрядчик с объекта ушел. Не нашлись точки соприкосновения в вопросах выполнения определенного объема работы и оплаты за него. Пока суть до дела, администрация решила своими силами привести кольцо в более-менее надлежащий вид. Украсить цветами и сделать поребрик. Ко дню Кингисепа должны успеть. Но меры это временные. В статье городских расходов по благоустройству не так уж много денег. А в планах другое видение перекрестка центральных улиц. Значит, есть мысль по установке фигуры Ангела на этом месте. Но мы принципиально не хотим на это расходовать средства бюджета. Пока вопрос финансирования. То есть, вне бюджетных источников, значит, спонсоров мы пока в достаточном количестве не нашли, чтобы оплатить работы по его установке. А вот проблему с бродячими собаками вряд ли успеют решить до дня города. Все чаще стали поступать жалобы от населения на этих четвероногих лохматых жителей. В бездомных животных становится больше. Они начинают сбиваться в стаи, а там и до беды недалеко. Местная власть заявляет, рады бы убрать их с улиц и дворов Кингисепа. Только загвоздка в букве закона. Администрация не имеет полномочий на отлов одичавших псов. Это прерогатива областных коллег. Сейчас вопрос решается на региональном уровне. Вопрос стоит в том, чтобы, значит, ну, скорее всего, что полномочия будут переданы на уровень поселений, либо там муниципальных районов. И переданы они должны быть с определенными финансовыми средствами. Хорошо бы этих финансовых средств хватило на создание приютов для бездомных животных, подчеркнула Елена Антонова. Это более гуманно, да и нельзя допустить, чтобы по городу велась стрельба по беспризорным собакам. Бывают такие случаи, я знаю, что были даже в поселениях нашего района, такие случаи, когда это происходило на глазах у людей, на глазах у детей. Вот, были звонки, возмущения. Вот, конечно, ни в коем случае эти мероприятия проводить таким образом нельзя. Светлана Круг, Алексей Васильев, Кингисепское телевидение, ЯМТВ.